Полиморфизм Согласно определению, полиморфизм – это существование в популяции двух или более резко различающихся прерывистых форм, при котором частота более редкой формы определяется не одним лишь мутированием. Иными словами, полиморфизм – это такая изменчивость в локально воспроизводящейся популяции, при которой проявляется четко выраженное или резко медилеевское расщепление. Такое определение полиморфизма не позволяет относить к нему некоторые типы изменчивости. Оно исключает чисто фенотипическую изменчивость, поскольку это не генетическая изменчивость. Оно исключает географическую изменчивость, которой не существует в одной популяции. Оно исключает полигенную изменчивость, при которой не происходит расщепление на резко различающиеся классы. И, наконец, оно исключает генетическую изменчивость, обусловленную новыми или повторными мутациями. На основе разных критериев можно выделить различные типы полиморфизма. Важно различать генетический полиморфизм и хромосомную изменчивость. Генетический полиморфизм – это прерывистая изменчивость по гомологичным аллелям одного и того же генного локуса. Хромосомным называют полиморфизм по типам хромосом, например, по половым хромосомам или по таким перестройкам, как инверсии. Различают также переходный и сбалансированный полиморфизм. В случае переходного полиморфизма разнообразие носит временный характер. Оно наблюдается до тех пор, пока не происходит процесс замещения одной формы другой при контролирующем действии естественного отбора. При сбалансированном полиморфизме разные типы представляют собой более или менее постоянные компоненты данной популяции, благодаря естественному отбору, который благоприятствует сохранению разнообразия. Все формы полиморфизма – генетический, хромосомный, переходный и сбалансированный – весьма обычны и широко распространены в живой природе. В популяциях организмов с половым размножением полиморфизм в сущности наблюдается всегда. В следующем разделе мы опишем конкретный пример – полиморфизм по группам крови у человека. Явление полиморфизма подводит нас к концепции генофонда, который в свою очередь дает возможность по-иному взглянуть на локальную воспроизводящуюся популяцию. Рассмотрим популяцию полиморфную по гену А и содержащую аллели А1, А2, А3. В такой популяции будут возникать диплоидные генотипы А1, 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 А2, А2, А2 и т.п. И обусловленные этими генотипами формы будут представлены в любой выборке особей. Однако ясно, что одна из главных черт данной популяции – это генетический полиморфизм, лежащий в основе наблюдаемого разнообразия. Можно сказать, что генофонд такой популяции содержит аллели А1, А2 и А3. Кроме того, эти аллели встречаются в генофонде с определенной частотой. Допустим, что их частоты равны соответственно 60, 30 и 10%. Следовательно, популяцию можно описать количественно, используя типы генов, содержащихся в ее генофонде, и их частоты. Следует отметить, что концепция генофонда шире, чем концепция полиморфизма. Генофонд популяции слагается из всех имеющихся в ней генов. Так, генофонд нашей гипотетической популяции может быть полиморфным по гену А, содержать редкий мутантный аллель гена B и быть мономорфным по генам C и D. Теперь мы можем описать или по крайней мере характеризовать локальную воспроизводящуюся популяцию как группу особей, имеющих общий генофон – Добржанский, 50-й год. Особи, из которых состоит данная популяция, в каждом данном поколении представляют собой различные генотипические продукты гамет, взятых из генофонда этой популяции в предшествующем поколении. Полиморфизм по группам крови у человека. Разные люди по-разному реагируют на переливание крови. В некоторых случаях переливание крови приводит к агглютинации или слепанию эритроцитов, тогда как в других этого не происходит. Реакция агглютинации обусловлена иммунологическим взаимодействием антигенов, содержащихся в эритроцитах донора и антител, содержащихся в сыворотке крови реципиента. В зависимости от типа, содержащегося в крови антигена, различают четыре группы крови А, Б, АБ и 0. Каждый человек относится к одному из этих четырех фенотипических классов. Индивидуум, обладающий кровью группы А, может дать свою кровь для переливания другому индивидууму с той же группой крови, у которого при этом не возникает агглютинации. Подобным же образом, кровь группы Б можно переливать людям, имеющим группу Б, но переливание крови группы А людям с группой Б или крови группы Б людям с группой А вызывает сильную агглютинацию. Нет нужды описывать здесь реакции, возникающие при всех возможных сочетаниях групп крови. В общем, агглютинация происходит в тех случаях, когда донор и реципиент имеют разные группы крови. Группы крови определяются серией из трех аллелей. Ай-А, Ай-Б и Ай-Ноль Аллель Ай-Ноль рецессивен по отношению к аллелям Ай-Эй-А и Ай-Б. Иногда его означают группой Ай. Аллели Ай-А и Ай-Б кодоминантны. Шесть диплоидных генотипов, образуемых этими тремя аллелями, фенотипически проявляются как четыре группы крови в системе А-Б-Ноль. На самом деле у аллеля Ай-А имеются различные, но иммунологически сходные изоаллели. Ай-А1, Ай-А2 и так далее. Поэтому число возможных генотипов больше шести. Однако в нашем обсуждении этим тонким различиям аллеля Ай-А можно пренебречь. Популяции человека обычно полиморфны по группам крови системы А-Б-Ноль. Частоты различных групп крови и лежащих в их основе аллелей известны для сотен локальных популяций из самых различных областей земного шара. В таблице 3.3 приведены частоты разных аллелей для трех популяций. Как показывают эти примеры, разные популяции человека сходны в том, что все они полиморфны по группам крови А-Б-Ноль, однако различаются по частотам аллелей. У каждой локальной популяции имеется свой генофонд с характерным для нее составом аллелей гена Ай. Локальные популяции представляют собой часть более крупных региональных расовых групп. У родственных локальных популяций, обитающих в одной и той же области, генофонды обычно несколько различаются. Так, частота аллеля Ай-А среди населения шведского города Упсала составляет, как указано в таблице 3.3, 31,9%. А среди населения другого шведского города Фолуна – 28,4%. Напротив, между географическими расами наблюдаются устойчивые различия по частоте аллелей. Почти во всех популяциях коренных жителей Западной Европы наблюдается высокая частота аллеля Ай-А и низкая, менее 10%, частота аллеля Ай-Б. В Центральной Азии наблюдается высокая 20-30% частота аллеля Ай-Б. Среди американских индейцев аллель Ай-0 встречается с высокой частотой, тогда как аллель Ай-Б редок или отсутствует вовсе. Равновесие между разными типами несколько сдвигается при переходе из одной географической области в другую, и мы еще вернемся к географическому распределению групп крови системы А-Б-0 в главе 16. Чрезвычайно интересно, что параллельная полиморфная изменчивость по группам крови А-Б-0 обнаружена у человекообразных обезьян. У шипанзе найдены группы А и 0, а у орангутанга и гиббона имеются группы А-Б и А-Б. Таким образом, полиморфизм по группам крови системы А-Б-0 возник в процессе эволюции раньше, чем сам вид Homo sapiens, и им обладают также ближайшие родичи человека в отряде приматов. У человека существует еще несколько систем групп крови. Система RH, система MN и другие. Популяции человека полиморфны также по этим системам. Полиморфная изменчивость по системам RH, резус-фактор, и другим, по-видимому, независимо от изменчивости по системе А-Б-0. Полиморфизм по ферментам Метод гель-электрофореза дает возможность обнаруживать полиморфизм по ферментам и по некоторым белкам, которые не удавалось выявить обычными генетическими методами. Экстракт какой-либо ткани помещают в гель и подвергают действию электрического поля. В следствии характерных особенностей подвижности в электрическом поле разных ферментов, последние физически разделяются. Затем гель окрашивают, и разные ферменты выявляются в виде особых обособленных пятен. Этим методом можно выявить аллельные различия для одной ферментной системы и генные различия между ферментами. Использование метода электрофореза при изучении выборок из природных популяций привело к поразительным результатам. В популяциях различных видов были выявлены неожиданно высокие уровни полиморфизма. В таблице 3.4 приведены данные о частоте полиморфизма по ферментам у представителей различных групп организмов. Они взяты из гораздо более обширной таблицы. Смотри на его 1978 год. Можно видеть, что частота полиморфных ферментных локусов достигает у некоторых видов 40% и более. Ниже приведена частота полиморфизма, выраженная в процентах, по ферментам для выборок видов, принадлежащих к разным крупным группам. Млекопитающие 14.7, птицы 15.0, рептилии 21.9, амфибии 26.9, костные рыбы 15.2, дрозофила 43.1, другие насекомые 32.9, растения 25.9. Полиморфизм по ферментам оказался широко распространенным в органическом мире. Гетерозиготность и норма. Генофонды свободно скрещивающихся животных и растений обычно содержат, как было отмечено выше, во многих генных локусах помногу аллелей. Таким образом, в результате свободного скрещивания возникают высокогетерозиготные диплоидные особи. Многие аллели в каждом локусе уже подвергались в предыдущих поколениях отбору на хорошую комбинаторную способность в диплоидных гетерозиготных генотипах. Особи с нормальным фенотипом и нормальной жизнеспособностью представляют собой гетерозиготы. Кроме того, нормальное фенотипическое состояние создается различными гетерозиготными комбинациями генов. Об этом свидетельствуют результаты имбридинга таких свободно скрещивающихся диплоидных организмов. В популяциях дрозофила меланогастер встречаются иногда аберрантные особи с дополнительными жилками на крыльях. Частота таких особей очень низка. Дубинин 1948 год использовал большое число нормальных самок дикого типа из алма-атинской популяции дрозофила меланогастер в качестве исходного материала для выведения чистых линий. Оказалось, что 60 различных имбридных линий давали потомков с дополнительными жилками. После имбридинга на протяжении ряда поколений этот аберрантный признак был выявлен в 68% изученных линий. Этот признак экспрессировался в результате имбридинга и в других популяциях помимо алма-атинской. Лернер 1954 получил аналогичные результаты при имбридинге кур, где в разных имбридных линиях появлялись особи с аномальными скрюченными пальцами. Как и у дрозофила меланогастер, этот аберрантный признак не был обусловлен каким-то одним геном. Отклоняющийся от нормы фенотип с такой специфической аномалией был назван феноотклонением. Феноотклонения были обнаружены также у грызунов и у растений линантус. Феноотклонение – особый случай хорошо известного явления имбредной депрессии. Пониженная жизнеспособность и плодовитость обычно наблюдаются у имбредных потомков животных и растений, для которых характерно свободное скрещивание. Снижение жизнеспособности или плодовитости может быть умеренным или сильным. Имбридинг или ауто-бридинг у свободно скрещивающихся организмов оказывает также влияние на уровень изменчивости, обусловленный условиями среды. Средовая депрессия обычно ниже среди гетерозигот и выше среди имбредных потомков у дрозофил, курмышей, кукурузы, первоцвета и других свободно скрещивающихся организмов. В таких случаях стабильность развития или морфогенетический гомеостаз – результат гетерозиготности. Таким образом установлено, что у широкого круга свободно скрещивающихся деплоидных организмов хорошо забуференный нормальный фенотип определяется гетерозиготностью, имеющей широкую основу. Нормальная особь – это не какая-то одна гетерозиготная форма, но любая из многочисленных возможных гетерозиготных комбинаций. Нормальное состояние может быть достигнуто разными путями, что наводит на мысли о его обусловленности гетерозиготностью как таковой. Концепция популяции Концепцию генетически изменчивых популяций, как репродуктивных единиц, ни в коей мере нельзя считать самой очевидной. Этой концепции не существовало ни в XVIII, ни в начале XIX века, а в некоторых областях биологии она отсутствует до сих пор. Согласно Майеру, 1982 год, ее ввел в биологию Дарвин в 1859 году. Концепция популяции была одним из элементов переворота, произведенного Дарвином в научном мышлении. Концепция популяции прямо противоположна эссенциализму. Сторонники эссенциализма считают, что наблюдаемые в мире явления представляют собой отражения лежащих в их основе сущностей. Явления предстают в различных формах, сущность же их неизменна. Следовательно, члены того или иного класса объектов, в том числе и особи, составляющие какую-либо популяцию, это различные выражения одной и той же сущности. Эссенциализм в том или ином варианте был традиционным философским учением в Европе. Философия Платона, христианское богословие, философский идеализм представляли собой различные модификации эссенциализма. Естественно, что эссенциализм господствовал в научном мышлении в ранний период развития биологии. Здесь он принял форму, которую Майер назвал типологическим мышлением. Согласно этим взглядам, отдельные организмы представляют собой несовершенные, а потому изменчивые проявления архетипа, того вида, к которому они принадлежат. Типологическое мышление препятствует пониманию эволюции, для которого необходимо популяционное мышление, поскольку эволюция – это изменение генетического состава популяций, Чрезвычайно важным, хотя и скрытым достоинством совершенного Дарвину переворота была, согласно Майеру, замена типологического мышления в биологии популяционным. Введение популяционной концепции устранило давнее и сильное препятствие, мешавшее пониманию эволюции вообще и естественного отбора в частности.